Всем привет! Как проверить датчик массы расхода воздуха и зачем его проверять? Дело в том, что двигатель 2.5 TDI V6, несмотря на солидный объем, 2,5 литра, несмотря на то, что 6 литров двигателя имеется, часто страдает недостаточной тягой. Причин этому огромное количество. Данная причина я рассматривал в моих видео. Получился целый плейлист «Дизель 2.5 TDI не тянет». Ссылка перед вами. Надо отметить, что когда все исправно, то автомобиль разгоняется очень динамично, тяга паровозная, вжимает сидение очень хорошо. А вот датчик массы расхода воздуха или ДМРВ является одной из причин слабой тяги. Расположен датчик массы расхода воздуха сразу за корпусом воздушного фильтра. Вот этот элемент. На него одевается разъем. Он измеряет количество воздуха, которое проходит через воздушный фильтр и поступает на турбину. И затем уже поступает у нас вопросной коллектор в двигатель. На основании количества воздуха, которое поступает в двигатель, блок управления двигателя, который расположен там вот в коробочке, дает команду ТНВД на подачу топлива на форсунки. Чем меньше воздуха, тем меньше топлива. Чем больше воздуха, тем больше топлива. То есть связь прямо пропорциональна. На автомобиле Аудио 6C5 ставились вот такие вот два типа расходомера. Вот этот вот расходомер ставился на первой версии фирмы Bosch. Номер 0281 002 403. Либо номер 0281 002 429. Он ставился на двигатели АФБ и АКН. Показал себя, к сожалению, не совсем хорошо, потому что работает почему-то недолго. Не знаю, может сейчас плохо так делать стали или что. Но новая Bosch работают частенько. Я видел, что работают буквально два месяца. Потом показания вообще занижают. Вот. Есть заменители. Ну, это опять же эксперименты. Надо все это дело пробовать. И второй расходомер. Это у нас Hitachi. Вот такие вот Hitachi. Японского производства. Номер 059 906 461D. Скажем так, вот этот расходомер. Он показал себя очень хорошо. Он очень живучий. Даже бэушку можно смело брать, найти. Можно его промыть. И работать он будет долго и надежно. Конечно. Он все равно выходит из строя. Но не сравнить с Bosch. Расходомеры не взаимозаменяемые. Во-первых, у них разная распиновка. То есть распиновка разъемов у Bosch одна. Вот она сейчас перед вами. И распиновка у Hitachi другая. Вот. То есть вы можете сравнить, что вроде бы все то же самое, но не то же самое. Более того, размеры разъемов разные. Вот если немножко так посмотреть, то разъем у Bosch он больше и шире и длиннее. То есть вы не сможете поставить на один разъем другой расходомер. Более того, если даже вы его и поставите, блок управления работать не будет, потому что для того, чтобы переделать на Hitachi, необходимо изменять прошивку блок управления двигателя. Изменять калибровку именно по расходомеру воздуха. Так как же его проверить? Сразу скажу, что мультиметром проверить, что один, что второй нельзя. Я пробовал, результата никакого толкового не получилось. Осциллографом проверить на сигнал тоже нельзя, потому что тоже результата не получается. Для того, чтобы проверить расходомеры, необходимо снять логи. Как это делалось, я уже показывал в своих видео. И сейчас мы это дело повторим. То есть нам потребуется сканер. И снимаем логи на разгоне. Пригреваем двигатель. Выбираем ровную дорогу. Участок метров 500-800. Заходим в блок управления двигателя. Измеряем измеряемые величины. Выбираем группы 1, 10 и 11. Вот, машинка прогрета. Первое, на что необходимо обратить внимание, это в 10 группе первое окно. Это сколько расходомер показывает на холостом ходу. Норма где-то примерно 400-420. Это как бы хорошо. Вот здесь как бы значение скачет немножко. Это как бы норма. Вот, если, допустим, здесь будет показывать 550, он однозначно неисправен. Если будет показывать 350, 300, 200, это уже подозрение на то, что скорее всего он будет неисправен. То есть на холостом ходу вот тут должно быть порядка 400-420-430. Сохраняем данный файл и будем разгоняться. Нажимаем кнопку выполнить, разгонимся. Потом, когда разогнались, нажимаем кнопку готово закрыть. Вот, разгоняемся на третьей передаче примерно с 40 км в час до 80-90. При этом газ жмем в пол максимально. Поехали! Использую программу для просмотра логов. Я использую программу Diesel Power Lock With. Открываем сохраненный файл. Вот то, что мы получили. Сейчас выбираем участок, где мы жали на педаль максимально. Вот либо данный участок, что там дальше у нас есть, либо вот здесь. Ну, здесь вот пошире, можно здесь посмотреть. Выбираем данный участок. Вот это вот желтенькая линия. Это, соответственно, наша педаль газа. Сейчас необходимо убрать все лишнее и будем смотреть. Нажимаем на правую кнопку мыши и этим самым мы убираем ненужные нам линии. Нам что нужно оставить? Оставить обороты, оставить топливо, воздух. Самое главное, что мы сейчас будем смотреть, педаль. Ну и давление наддува, необходимое и фактическое. И это клапан N75. Так, для того, чтобы увидеть топливо, необходимо немножко откорректировать его показания. Для этого нажимаем на данную ячейку и выбираем предел измерения. Учитывая, что топливо у нас будет порядка около 40-50-30, то ставим предел максимальный 100. Тогда мы топливо это увидим. Вот, данная линия красная нам появилась. Вот, она сейчас у нас моргает. Вот, данная красная линия. Мы видим топливо. То же самое мы сейчас не видим воздушный поток. Он где-то здесь. Для того, чтобы лучше было видно. Так же самое нажимаем на данную ячейку и ставим предел измерения до 1100, допустим. Потому что у нас топливо максимально 1000. Вот. И сейчас мы можем анализировать. Нас интересует, конечно же, воздух. То есть, наш воздух, данная ячейка, вот, начинает линия там моргать. Вот она, нас выделена. Если мы ставим курсор в данное положение, мы видим количество воздуха, которое в этот момент идет. Аналогично можно посмотреть в табличном варианте. Ну, то же самое. Вот, 10-я группа. Первое окно. Воздушный поток. Вот мы видим значение воздуха, которое у нас в этот момент идет. Лучше всего, конечно же, ну, на рисунке очень хорошо видно. То есть, вот, мы жмем на газ, воздух начинает расти, 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 расти. И максимальное значение вообще 1000. То есть, в данной ситуации в моей машинке расходомер работает очень хорошо. Несмотря, что он от А-серии Бош. Вот. Но он показывает 1000. Вообще, по Элице это написано, что показания расходомера на разгоне должны быть не ниже 750. Но, как показывает практика, 750 это очень мало. Должно быть хотя бы 800-850. Тогда это еще нормальные показания. Вот. То есть, ну, и сейчас у меня видно, что воздух идет хорошо. Надув растет. Небольшой передувчик. Как бы, ну, все в принципе в норме. И топливо, соответственно, тоже смотрим по этой красной линии. Топливо всего лишь 34. То есть, здесь залит сток. Стоковая прошивка. Потому что на стоковой прошивке топлива как раз-то немного. 34-38. Вот. В конце чуть-чуть еще больше. И воздуха много. То есть, здесь как бы такой экономический вариант. Экономичный. Сейчас покажу варианты, когда расходомер работает очень плохо. Смотрим здесь, что у нас было. Так. Включаем воздушный поток. Вот. Видим, что тут, допустим, на холостом ходу вот мы можем поставить где у нас холостой ход. Вот холостой ход. Воздушный поток всего лишь 184. Это о чем говорит? Это говорит о том, что в данной машине работает клапан EGR. То есть, на холостом ходу, когда низкое значение, означает просто, что EGR работает, а это нормальные показания. Так, вот, 184. Это холостой ход здесь вот был. Сейчас смотрим разгон. Вот разгон у нас пошел. И максимальное значение всего лишь 765 воздуха. Вот. То есть, несмотря на то, что надув вроде бы есть, сколько здесь дует? 2200. Вот. Вроде все работает, но воздуха всего лишь 765. Это как бы немного. То есть, и первым делом я подкинул другой расходомер. И после замены расходомера смотрим показания воздуха. Оп. 926. Машина поехала совсем по-другому. Хотя на холостом ходу то же самое значение тоже низкие. 180-190. То есть, это как бы нормально. Но после замены показания расходомера выросли 926. Вот это как бы реальный случай, когда замена просто расходомера серьезно увеличивает тягу. Идем дальше. А вот это вот очень интересный случай с бушными расходомерами. Вот. Приехала машинка. Плохо очень тянет. Я смотрю, что здесь по... Снимаю логи, смотрю, что по воздуху. И вижу, что воздуха всего лишь 624 на пике. На максимуме 624. Но это вообще мало. То есть, несмотря на то, что турбинка вроде бы дует. Надув есть. Вот. Машинка, по-моему, тоже АФБ или КН. Но расходомер стоит Бош. Я первым делом подкидываю свой задедомоисправный. Вот. Мой ДМРВ. Смотрим, что мы получили. Так. Вот. На пике 993 сразу же. Вот. Видите, у меня было 1000. Тут 993. Почему? Ну, потому что все разное. Форсунки разные, состояние мотора разное. Ну, все оно по-другому. То есть, ну, тут явно видно, что человек приехал, был воздух всего лишь 624. Сейчас немножко его приподниму, чтобы было лучше видно. Вот. То есть, вот на пике воздуха всего лишь 624. После замены расходомера замены расходомера воздуха стало сразу 993. Машина совсем по-другому поехала. Ну, человек говорит, нет, у меня есть еще много расходомеров, я их купил на разборке, давай будем проверять. Ну, давай будем проверять. и снимаем логи, все это дело проверяем, записываем. ДМРВ 2. Второй ДМРВ, так, он вообще какой-то мертвый. Ну, вот, начнем с чего, что, вроде бы, на холостом ходу он показывает нормально, 430, ну, как надо. Но, я начинаю разгоняться и вообще ничего нет, машина вообще тупая. Вот сейчас покажу топливо. То есть, есть прямая зависимость между количеством топлива и количеством воздуха. Расходомер, так, как здесь его показать лучше. Сделаем немножко его повыше, чтобы было лучше видно. И это все поубираю. Сейчас я ищу. Вот, вот это вот расходомер. Вот, я жму на газ, максимум вижу всего лишь, сколько здесь, 451. То есть, расходомер, что на холостом показывает 430, что под нагрузкой показывает 451. То есть, ну, это он вообще, он не какущий. При этом топливо вкидывает максимум 27,6. То есть, вот он, максимум воздуха, максимум топлива. Топливо должно быть, ну, хотя бы там 35, 40, 50, а тут 20, то есть, нету воздуха, нет топлива. И машина, соответственно, надув даже его нету. То есть, давление турбины фактическое, оно даже так и не дошло, даже на 3000 оборотах не дошло до необходимого. То есть, данный расходомер однозначно в мусор. Хорошо, идем дальше. Берем третий расходомер. В пике показывает 745. 745. Ну, по сравнению с предыдущим вторым, как бы, вроде бы, неплохо. Топливо поднялось тут же до 40, то есть, как бы, ну, и надув даже стал получше. При этом, смотрим, что у нас было на холостом ходу. На холостом было 396, ИГР заглушен. Вот. То есть, ну, в принципе, вроде бы, вроде бы, неплохо. То есть, 745 это, как бы, лучше, чем было вот здесь, вот, где топливо вообще 450. Хорошо, идем дальше. Четвертый расходомер. В пике всего лишь у нас 659, и топливо подается 300, ну, воздуха мало. То есть, и надув он такой вот слабенький. То есть, только на 3400 оборотов у нас пошло соединение фактического надува с необходимым. То есть, ну, тоже он, ну, работает, но он никак. То есть, 647 это очень, очень, очень мало. Вот, 659 максимум. Идем дальше. Пятый расходомер. Так, тут я вообще его не вижу, где-то от воздуха. 365 в максимуме. То есть, ну, это вообще, и, соответственно, топливо тоже 21. Что он показывает у нас на холостом ходу? Расходомер на холостом ходу показывает 247. Вот. То есть, он изначально, даже можно было не разгоняться, то есть, он изначально показывал очень мало. То есть, на холостом ходу, сразу увидев такие вот значения, когда EGR не работает, 247 значит, то, что он не рабочий. И, действительно, так мы и видим, то, что в максимуме он показывает 365. То есть, его сразу в мусор. По итогу, оказалось, что на моем расходомере машинка едет само-само-само хорошо. И показания по наддуву хорошие. Вот, уже на 2000 у нас наддув фактически соединяется с наддувом необходимым. И топливо показывает 38, максимум 48. Вот. И воздух показывает 993. Поэтому, друзья, расходомера БОЖ, конечно, искать БУшку очень и очень сложно. Вот. Ну, я надеюсь, понятно, то, что прямая есть зависимость на разгоне, как машинка разгоняется, сколько идет топлива и какие показания у нас расходомера. Ну, вот, я думаю, все ясно и понятно. Сейчас будем проверять и сразу узнаем, наш расходомер живой или не живой. Но, хочется добавить немножко дегтю в эту бочку с медом, потому что не все так однозначно. У нас машинка с турбиной, турбина с геометрией и есть очень много моментов, при неисправности которых наш расходомер, даже полностью исправный, будут показывать низкое значение. в принципе, я все эти моменты рассмотрел в моем плейлисте про дизель 2.5 не тянет, но, хочу еще раз остановиться на важных моментах. Первое, самое главное, это шток-актуатор турбины. То есть, вот этот вот шток, он должен подниматься при заводке машины буквально за одну секунду. Но, конечно, тут есть момент такой, что пока накачается вакуум, пока он сюда придет, поэтому лучше всего как делать? Машину завести, дать немножко поработать, чтобы вакуумный насос накачал вакуум во всей системе, потом снимаем разъемчик с клапана N75. И, когда мы снимаем разъем, шток-актуатор должен падать вниз, когда одеваемый должен подниматься. Подниматься он должен, очень важно, буквально за 1-1,5 секунды. Сейчас покажу. Вот так должно быть. Если шток при снятии одевания разъема не поднимается так быстро, то причин может быть огромное количество. Причина может быть в том, что клинит геометрия в турбине. Причина может быть в том, что пробит вакуумный актуатор. Причина может быть в том, что сюда не приходит 0,6-0,7 вакуума. Причина может быть в том, что неисправен клапан 75. Причина может быть в том, что утечки в трубопроводах, которые создаются, где вакуум проходит. Причина может быть в пробитом вакуумном усилителе тормозов. Причина может быть в самом вакуумном насосе, который не создает необходимое разрежение. Вот, друзья, вот это как бы основное. И когда здесь все хорошо, тогда уже в принципе можно смело смотреть расходомер. Как-то так. То есть не все однозначно. Тем не менее, методика для проверки расходомера воздуха полностью рабочая и можете ей пользоваться. Всем спасибо и удачи! Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова